Борис Лазаревич, не отвлекайтесь, пожалуйста, потому что Юрий Борисович не ответил на мои вопросы. Уважаемый Вячеслав Серафимович, уважаемые коллеги, я поясню, почему я задаю вопросы вам, Юрий Борисович, а вы на них отказываетесь отвечать. Вот мы и добрались до сути сегодняшнего заседания. Что нам вносит правительство в первоочередном порядке? Единственное, что вносит правительство вот в этот период времени. Что? Послабление для чиновников. 17 апреля президент подписал, уже правительство в первоочередном порядке вносит. Конечно, чиновники тоже люди. Но скажите мне, чиновникам, конечно, нужна отсрочка для того, чтобы задекларировать свое имущество и доходы, потому что им есть что декларировать. А многим людям скоро будет нечего декларировать. Но есть ли в повестке дня, коллеги, что-нибудь про прямые выплаты? Есть ли что-нибудь по помощи людям в оплате услуг ЖКХ? Есть ли что-то про реальной помощи бизнесу прямых выплат тех же, налоговых иготок серьезных? Этого ничего. Насколько я вижу, в повестке нет. Так же, как нет в повестке, уважаемый Юрий Борисович, который меня опять не слушает, ничего нет про режим ЧАЭС, которого требуют люди, потому что режим ЧАЭС означает обязательство государства перед людьми, а не вот этот, как я говорил, собянинский полукарантин. Этого ничего в повестке нет. Но есть чиновники в первоочередном порядке. Уважаемые коллеги, вот Александр Беглов вчера на правительстве сказал, поднимайте шум на федеральном уровне, городу не хватает денег. Я готов поднимать, готов поддерживать губернатора в этом вопросе. Но где все эти предложения от него или от его единомышленников из фракции «Единая Россия»? Этого ничего нет в повестке. Зато в повестке, уважаемые коллеги, есть письмо межрегиональной депутатской группы, депутатов региональных парламентов, Яблока, КПРФ, беспартийных, таких как я, с требованием прямых выплат к президенту и правительству. Это есть в повестке. Обсуждается пять шагов для России. Открытое письмо Алексея Навального президенту и правительству. Коллеги, меньше двух суток, 500 тысяч, более полумиллиона человек уже подписалось. Даже пресс-секретарь президента господин Песков сказал, что будет изучать. Почему мы это не обсуждаем? Не нравятся эти планы, не нравятся эти программы. Где другие программы? Уважаемый Вячеслав Серафимович, вы искренне пламенно, я говорю это без иронии, выступаете в поддержку существующего политического курса. И мы слышали ваше пламенное 15-минутное выступление перед перерывом. Но вы меня не убедили. Я не вижу никакого целостного плана помощи людям, кроме заклинаний. А я вижу другое, что власть совершенно безнравственно делит вершки и корешки. План. Власть не такой, корона Путину, вирус народу. Вот что я вижу. Вячеслав Серафимович, есть какие-то вещи, но которые, ну, я же, вы хотите, чтобы сейчас началось? Давайте продолжайте. Вячеслав Серафимович, мне кажется, ничего начаться не может... Время, которое я у вас занял, я вам дарю в двойном размере. Пожалуйста, заканчивай. Да я заканчиваю, уважаемый Вячеслав Серафимович. Я просто хочу отметить, что я же вас внимательно слушал. Хочу, чтобы вы тоже слушали меня, потому что это парламент, здесь должны звучать разные точки зрения. Последнее, что скажу Анатолию Владимировичу Дроздову, да и всем, про популизм, о чем я спрашивал в самом начале. Вот это часто звучит, популизм в ответ на наши предложения. Я считаю, это не популизм. Это элементарная забота о людях и элементарная порядочность требовать прямых выплат гражданам. Поэтому я это и требую. А знаете, что такое популизм в самом мерзком понимании и сегодняшнем? Это когда вот те чиновники, ради которых мы в спешке принимаем закон, да и что грех отаять ноги и депутаты, вот в три погибели согнувшись, стоят за спиной у царя с языками наперевес. Коллеги, вот смотрите, пожалуйста, как надо подойти...